Стори Телл. Жизнь в историях. Марина Ясинская. «Авианеры. Лестница героев». Читает Нона Трояновская. Глава первая. Маленький тайрек частенько задерживался возле витрины кондитерской «Феррош», чтобы поглазеть на выставленную на ней красоту. Коробки сладостей походили на произведения искусства, а изящно упакованные в них конфеты на россыпь драгоценностей. В тот раз он тоже остановился у витрины, хотя отец отправил его на рынок за молоком и хлебом и строго-настрого наказал не задерживаться. Тайреку казалось, что там, за стеклом, существует какой-то особенный сказочный мир, мир зерен какао, сахарной пудры и ванилина, изюма, орехов и цукатов, в котором всем заправляет главная волшебница — мадам Рей Рош. Ах, как бы он хотел стать ее помощником, когда вырастет! Внутрь кондитерской Тайрек заходил редко. Мадам Рей Рош не особенно жаловала праздных зевак, а позволить себе купить ее шоколад мог далеко не каждый. Сладости из кондитерской «Феррош» были роскошью и появлялись в семье Тайрека только по праздникам. Да и тогда ему удавалось полакомиться лишь парой конфет, все остальное он украдкой передавал младшей сестре. Тайрек очень любил шоколадные конфеты, но то выражение бесконечного счастья, которое появлялось на перемазанном личике Иды, стоило того, чтобы отдать ей свою долю. «Не подскажешь, какие конфеты здесь самые вкусные?» Услышал Тайрек рядом с собой мужской голос. На него с улыбкой смотрел незнакомый, хорошо одетый джентльмен. Тайрек никогда его раньше не видел. Не то чтобы он знал в лицо всех жителей их небольшого города. Хотя на первый взгляд этот мужчина выглядел точно так же, как и все остальные джентльмены. Узкие брюки и сюртук, аккуратный узел шейного платка, ухоженные ногти и напомаженные волосы. Было в нем что-то неуловимое, что выдавало приезжего. То ли необычный перстень с крупным зеленым камнем, то ли шелковая белая подкладка на черном фрачном плаще, то ли слишком заметный загар на лице. Бледность тогда была в моде, и джентльмены старались оберегать свою кожу от солнечных лучей. «У мадам Рейрош все конфеты вкусные», — ответил Тайрек и непроизвольно сглотнул слюну. Входная дверь кондитерская открылась, выпуская волны густого аромата свежего шоколада, а вслед за ним — модно одетую покупательницу со своим спутником, который с довольным видом держал в руках подаренный ему шоколад. «Прямо-таки все!» — с лукавой улыбкой переспросил незнакомец. Улыбка почему-то не отражалась в глазах, и это Тайрека несколько смущало. «Не знаю», — тем не менее честно признался он. «Я не все пробовал». «А какие именно ты еще не пробовал?» «Ну, например, трюфели в вафельной обсыпке», — вздохнул Тайрек. «Трюфели появились у мадам Рейрош всего пару месяцев назад и сразу стали одним из самых популярных и самых дорогих лакомств кондитерской». «Представляешь, я их тоже не пробовал», — признался незнакомец. «Предлагаю исправить это недоразумение». Тайрек непонимающе нахмурился. «Что значит исправить?» «Надо их попробовать», — пояснил джентльмен. «Трюфели?» — опешил Тайрек. «Но они же ужасно дорогие, а у меня нет денег». «Пустяки, я угощаю», — заверил джентльмен, открыл дверь кондитерской и приглашающе взмахнул рукой. Перстень на пальце словно подмигнул своим зеленым камнем. «Идешь?» Робкая мысль о том, с чего бы это посторонний джентльмен вдруг вздумал угощать незнакомого мальчишку конфетами, да еще такими дорогими, уступила желанию попробовать заветное лакомство. Несколько ошеломленный происходящим, Тайрек неуверенно зашел в кондитерскую вслед за незнакомцем. Тот тем временем спокойно протянул мадам Рейрош несколько монет и получил взамен небольшую бумажную коробочку. Быстрым движением сорвал крышку и протянул мальчику обсыпанный мелкой вафельной крошкой трюфель в крошечной узорной бумажной салфетке. «Держи!» Тайрек тут же отправил конфету в рот и зажмурился от удовольствия, когда вкус нежнейшего сливочного крема смешался со вкусом темной шоколадной глазури. «М-м-м-м!» промычал стоявший рядом незнакомец, доедая свой трюфель. «Ты прав, конфеты действительно вкусные. Хочешь еще?» «А можно?» недоверчиво спросил Тайрек. Вместо ответа джентльмен протянул ему еще один трюфель. «Спасибо!» поблагодарил Тайрек и бережно зажал неожиданный подарок в ладони. «Ты что же, не будешь его есть?» удивился незнакомец. «Нет, сестренке отнесу!» мотнул головой Тайрек. «Какой хороший мальчик!» похвалил его джентльмен. Улыбка по-прежнему не отражалась у него в глазах, но сейчас Тайрек это уже не беспокоило. После такого роскошного подарка он проникся к незнакомцу симпатией. А тот, похоже, тоже был настроен весьма дружески, потому что продолжил расспросы. «Твоя сестра, наверное, младше тебя?» «Младше», — кивнул Тайрек. «Ей всего четыре», — добавил он с легким оттенком снисходительности, вполне позволительной с высоты своего девятилетнего возраста. «И как ее зовут?» «Ида». «М-м-м, ты знаешь? А ведь я так и не знаю, как зовут тебя самого». «Действительно», — доверчиво улыбнулся мальчик. «Меня зовут Тайрек». «Тайрек», — вопросительно произнес незнакомец, ожидая продолжения. «Эртрада», — поспешил исправиться мальчик. «Мое полное имя Тайрек Эртрада». «Очень приятно», — кивнул джентльмен, но сам в ответ представляться почему-то не спешил. «Ты же наверняка живешь где-то неподалеку». «На улице ночного ветра, это всего в паре кварталов отсюда», — махнул Тайрек рукой, указывая направление. «Что ж, спасибо». Поблагодарил его незнакомец и весь как-то подобрался, словно внезапно куда-то заспешил. «Ты мне очень помог». «Правда?» — удивился мальчик. «Конечно. Если бы не ты, я бы никогда не попробовал самые вкусные шоколадные конфеты в городе». Только дойдя до рынка, Тайрек понял, что так и не узнал имени незнакомца. Впрочем, какая разница? Когда случаются чудеса, вовсе не обязательно знать, кто именно за ними стоит. Нужно просто принимать их с благодарностью. Тайрек расплылся в улыбке. А уж как обрадуется Ида, когда он угостит ее трюфелем. То, что случилось что-то нехорошее, Тайрек понял, едва только повернул на свою улицу. Все выглядело точно так же, как обычно, но непонятно откуда взявшееся предчувствие беды не проходило. Напротив, оно только усилилось, когда Тайрек увидел, что дверь в их апартаменты приоткрыта. И когда понял, что изнутри не доносятся привычного щебета Иды. — Папа? Мама? Позвал Тайрек, осторожно приоткрывая дверь и боясь, что ему никто не ответит. Но ему ответили. — Твою семью перевезли в безопасное место, Тайрек. Услышал он мужской голос, который показался мальчику смутно знакомым, и в кухонном проеме появился высокий темный силуэт. Свет падал из-за спины, и Тайрек, как ни старался, не мог разглядеть лица незнакомца. — Какое такое место? — спросил он дрожащим голосом. — На родину твоей матери. На Третий континент. Тайрек не сразу понял, что раздавшийся совсем рядом стеклянный грохот и сдала бутылка молока, которая разбилась, когда сумка с продуктами выпала у него из рук. — Какую еще родину? — растерянно прошептал он. — Тайрек, не глупи. Твоя мать — тайный агент Третьего континента. Тайрек покачал головой, отказываясь верить в услышанное. — Нет, не может быть. Его мама всегда такая добрая. Пусть и строгая иногда. Не могла быть шпионом. А незнакомец продолжал говорить, то ли не замечая, что каждое его слово все больше разрушает мир Тайрека, то ли просто не обращая на это внимания. Она находилась здесь на задании произвести на свет ребенка, урожденного гражданина Армантиды, который впоследствии сможет пройти любую проверку и проникнуть в любое учреждение империи. — Тебя. У Тайрек внезапно пересохло в горле. Слова незнакомца не до конца проникали в его сознание. Сейчас мальчика больше всего на свете интересовало лишь одно. — Я их еще увижу? — Обязательно, — заверил незнакомец. Если будешь хорошо на нас работать, то обязательно увидишь. Субтитры создавал DimaTorzok